Абубакар Не прошло длительного времени, как он вернулся с отрезанной рукой. Когда Абубакар увидел, его глаза наполнились слезами, и он спросил, «Что с тобой произошло? Кто отрезал тебе руку?» Тот ответил, «Наместник Йемена, Яаля ибн Умайя. Я не сделал ничего, кроме того, что он назначил меня над делом, в котором я допустил одну оплошность, за что он отрезал мне руку». Тогда Абубакар сказал, «Наверняка тот, кто сделал это, сам допускает двадцать оплошностей. Клянусь Аллахом, если ты правдив, то я воздам ему за тебя». После чего он пригласил его к себе домой и не изменил своего отношения к нему. Этот человек совершал ночные молитвы и читал Коран. Как-то Абубакар услышал его голос и сказал, «Клянусь Аллахом, человек, который отрезал ему руку, проявил дерзость в отношении Всевышнего Аллаха. Твоя ночь не похожа на ночь вора». После этого не прошло длительного времени, как у семьи Абубакара пропало украшение, ожерелье его жены Осмы, а также некоторые вещи. Абубакар сказал, «Похоже, ночью наш квартал навестили». Этот человек стал искать пропажу вместе с ними, затем повернулся в сторону Каабы, поднял целую руку и отсеченную и воззвал, «О, Аллах, выяви того, кто обокрал эту праведную семью». Когда расцвело, то украденные вещи обнаружили у него. Он продал их ювелиру, который признался, что ему их принес человек с отсеченной рукой. После чего тот признался в воровстве. Абубакар сказал, «Горе тебе! Воистину ты мало осведомлен об Аллахе Всевышнем!» После чего повелел отсечь ему ступню. И Абубакар говорил, «Клянусь Аллахом, его мольба против самого себя для меня была хуже, чем само воровство». В этой истории содержится указание на то, что нечестивый преступник может выдавать себя за праведника, читать прекрасным образом Коран и выстаивать ночные молитвы. Также в ней указание на то, что праведный человек может обольститься плохим человеком по причине его внешних благодеяний. И если притворное благочестие этого вора обольстило даже такого великого сподвижника, как Абубакар, то подобное тем более может произойти с кем угодно.